всем привет с вами снова я настя и да мне писали рассказать о том что происходит на данный момент нашей жизни что поменялось как изменилось появление малыша и я расскажу вкратце о том как изменился егорка что у нас он умеет что вообще в принципе произошло как он сильно изменился начнем с того что моя размеренная жизнь немножечко так пошатнулась и да и свободного времени и вообще как бы как таковой свободы стало намного меньше мы просыпаемся в основном я провожу день с егором я не не гуляя пока с подругами поэтому в принципе все мое время посвящено только ему он занимает первое место в моей жизни и о себе ты думаешь уже в последнюю очередь ты быстро кушаешь ты быстро одеваешься быстро нужно помыться 7 минут и помыла 7 минут и поела в туалет быстро сбегала вернулась но помимо этого когда допустим коля либо моя мама может посидеть с егором я спокойно сижу ем там 15 я могу полежать немножко в ванной я могу в принципе пока не гуляет на улице я могу снять для вас видео как сейчас поэтому у меня все идет ускоренном темпе я стараюсь максимально привыкнуть к этому и найти немножко выкрыть времени для себя потому что нужно уметь отдыхать также у меня глобальные недосыпы нет он спит у меня по ночам он сможет быть три-четыре часа потом проснуться потом проспать еще два часа потом каждый час вставать но как такового цельного сна пока что у меня нету из-за этого я немножко устаю по поводу того капризничает он у меня или нет он иногда капризничает как говорится дайте мне немножечко поплакать но при этом он себя ведет хорошо воду коликов у нас не было их единственный нюанс я его не докармливала из-за этого были некоторые проблемы я думал что у него запоры и колики поэтому я капала ему капельки от коликов в смесь молоко ссыженное два раза в день он у меня это выпивал потом когда же просто вы не докармливаю у нас не было никаких запоров он как а стандартно один-два раза в день и это было нормой при этом он у меня не плакал бывало иногда конечно если съедала что-нибудь не то он мог немножко поджимать ножки но потом него проходило все поэтому как бы как аллергия у нас нету нас было только подничка причем подничка у нас началась жару и похоже у нас была небольшая аллергия на порошок стиральный поэтому будьте осторожны включайте полоскание еще раз потому что у меня допустим два часа и так стирать машинка детском на детском режиме но еще дополнительно приходится включать до полоскания чтобы весь порошок вымылся чтобы у малыша не было чесотки аллергия ты по поводу того как он у меня кушает вначале у меня были большие проблемы с кормлением потому что мне неправильно прикладывал его груди и он плохо сосал грудь после того как я приехала домой справилась с проблемой сцеживала молоко давал ему сырную грудь сейчас у меня таких проблем нет он кушает и хватает грудь нормально потому что ручек уже стал побольше понятное дело ему стало удобнее закатывать сосок но иногда иногда он у меня ленится особенно добывать после купания вечером и он не хочет сосать грудь начинает капризничать мне приходится сцеживать давать ему в бутылке тогда все нормально он съедает и засыпает по поводу памперсов памперс вообще хотелось найти отдельное видео наверно скажу просто так потому что это не такая уж глобальная информация мы пробовали и мэри с и гон и памперс нас были хагис либер у нас был как бы на осмотр у меня все дома как всегда поэтому немножечко будет шумненько по поводу памперсов памперсы мы пробовали вот все перечисленные кроме либера лимбера я просто пощупала на липачку но они жесткие очень жесткие и узенькие нам такие вообще не подходит по поводу памперсов хагис они тоже оказались жесткими неудобными хагис причем ты знаете серии там была свиньи пухлым с пупырышками такими принципе когда я до этого щупала было вроде мягко но по факту егорке не понравилось отдела один раз ему отдела и все больше не пользовались мэрис мэрис мне не нравится тому что у них нету на застежке этой тягучей резиночки они жмут если ты туго залепишь ребенку застегнешь памперс то все это будет каприза вообще безограничные потому что ребенку неудобно слишком туго сделаешь слишком свободно когда он как-то и допустим жидкий стул он конечно частично впитывается на срок все это вытекает за спину поэтому мне не нравится угона в принципе памперс хороший но есть один минус он как бы протекает но он не по бокам а когда памперс если положить после допустим двух часов малыш подписывал положить на какую-нибудь темную поверхность ну например у нас стол да то когда вы понимаете памперс остается мокрый след это из-за того что памперс впитывает и он пропускает это как бы наружу поэтому ты когда берешь мушать такое чувство что либо он протек либо памперс холодный неприятно и малышу тоже не особо комфортно а так он в принципе ничего кроме вот этого нюанса далее следующее что же у нас такого вот и с памперсами памперсы от марки памперс и все-таки сменю прическу мне не очень комфортно по поводу памперсов от марки памперс на самом деле ничего плохого такого нету кроме иногда бывает резиночки подтирать начинают жмут но это в принципе когда он долго в памперсе спит также у него есть характерный запах вот это мне не понравилось а так в принципе справляется получше чем гонт впитывает поэтому пока что остановились на памперс если что мы вернемся обратно гонт так у нас особо сильной аллергии на это нету по поводу аллергии когда нас было немножко раздражение я больше не пользуюсь очень влажными салфетками только в крайнем случае в поликлинике либо если на улице обкапался и мне нужно поменять потому что просто как мы пользовались влажными салфетками любых марок у него появлялась раздражение на попе у него прям корочка красненькая покрывалась суда крем особо не помогал всякие памперс которые крема для памперсов тоже не подходили нам подошел детский крем обычный детский крем дешевенький вот этот яма масла и не в принципе у нас все прошло чтоб такого рассказать а наши параметры рост вес он у меня прибавил в первым за первый месяц килограмм 200 грамм мы сейчас на тот момент весили 4 килограмма 440 грамм на 40 грамм нам брали это что-то памперс пеленка когда взвешивали поэтому 4 килограмма 400 а выписывались мы 3 килограмма 210 грамм ну вот ну я как бы 10 грамм все равно прибавил короче килограмм 200 после этого вот сейчас за данный месяц я взвешивалась у меня нету детских весов поэтому я брала здесь шоу сама потом брала его на руки и уже вычитала свой вес и у нас выходит что мы прибавили 5 у нас сейчас вес 5 300 где-то в этом районе более точно я уже узнаю 15 числа по поводу роста он у меня сейчас 58 сантиметров ну на тот момент за месяц поэтому мы прибавили шесть 6 сантиметров это хороший показатель в этом месяце он не не так сильно рос мы не так много меняли одежды как за первый месяц поэтому я думаю мы прибавили всего там сантиметре к 2 но опять же я все точно знаю именно двенадцатого пятнадцатого числа нам как раз будет два месяца ровно он у меня лежит на животике он немножко держит голову но в основном просто поворачивать ее на бок и лежит так ногами пытается толкаться перевернуться он реагирует у меня на игрушки он улыбается большой игрушки оранжевый желтый у нас там коняшка появилась также он улыбается модулю над кроваткой когда играет музыка и все кружится но при этом он не хватает игрушку хватает только палец игрушки ему не интересно в плане щупать и тактильность это не для него ему нравится когда он на плече он трогает ткань он так вот время хватает как бы царапать чипает при этом он узнает естественно нас всех родных он улыбается он много-много балаболит при этом в бавлоге наверное вы видите он уже если выдержать за подмышечки он ходит ножками ему нравится то он очень хочет ходить но к сожалению пока еще рано поэтому я надеюсь что мы не будем ползать мы начнем сразу топать ножками из такого глобального по моему все мы смеемся мы улыбаемся мы растем он меняется на глазах когда я в угла дела до этого голова была маленькая сейчас глава уже стало больше стало заметно что ляшки стали толстить и ручки потихонечку но в основном ляшки больше да и когда его укачиваю по этому делу вес дает о себе знать спина устает поэтому в принципе у меня такого ничего сейчас сильно радикального не происходит я стараюсь поддерживать канал раз в неделю я стараюсь выпускать видео стараюсь но пока вот с рождение города стандартно один раз в недельку одно видео выходит сегодня вот я снимаю уже это мое второе видео так же будет влог и получается всего три видео сразу за грубо говоря вот один день нужно смонтировать что ж пойду готовить обед на этом пожалуй все егорку вы можете увидеть во влоге в этот раз нарезки не будет потому что я не так много снимала его на видео поэтому в принципе то что во влогах это не горка с месяца даже с полтора месяца почти до двух месяцев на этом всем спасибо большое за внимание спасибо что смотрите мой канал и да я надеюсь что в ближайшее время я сделаю конкурс потому что вас стало уже тысячи ну уже чуть больше но наконец-то я добралась до своей тысячи любимым и я безумно рада я очень признательна что вы смотрите меня потому что канал был создан давно видео выходили с разным таким промежутком времени разных контингент где-то путешествие где-то обычные блоги где-то топы очень обширная аудитория кто-то любит про сериалы смотреть а кто-то любит про корейские допустим дорамы и корейские марки косметики смотреть кто-то наоборот больше сейчас смотрит влоги про беременность потому что они тоже ждут малышей либо у них растут малыши и интересно как развивается их малыш и как другие муж развивается поэтому я рада что вы все все такие разные но при этом объединенные скажем так одно идти какой-то одной мыслью смотрите меня потому что вы все неповторимы вы все индивидуальные и спасибо что вы есть я вас всех люблю целую пока